Книга «Открытым оком», том 3, вопрос 936. Тема «Грех». «Потому что вы крепко веруете во Христа, видно, что вы сознательно не грешите. Как вам это удается?» Отвечает Игнатий Тихонович Лаптин. Когда человек получает рождение свыше, и Бог сам занимается этой душой, то внутренний переворот совершается без всяких усилий. Это делает сам Бог. Если человек бросает курить по-серьезному, то ему помогает в этом родственнике, ему тяжело, хочется что-то пососать, он носит с собой в спортсигали леденцы, чтобы обогасить обильное слюноотделение и прочие костыли. Если человек решил перестать сквернословить, он заключает с кем-нибудь пари. Обещается за каждое ругательство вкладывать определенную сумму в копилку штрафную, когда человек встречается со Христом. «Тысячи привычек, тяготение к греху, все мгновенно отлетает от него, и что было налево, становится направо и наоборот». Псалтель 39.4 «И вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему, увидят многие убоятся и будут уповать на Господа». 1 Иоанна 3.9 «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». 1 Иоанна 5.18 «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Кавычки закрыты. Вы очень правильно подметили словом «сознательно», то есть умышленно. Это и есть ключевое слово к словам Иоанна Богослова. Мне удобнее проговаривать слова апостола Иакова, усваивая их лично к себе. Иаков 3.2 «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело».